Денис Гавдулин Денис Гавдулин Здравствуйте, Илья Давайте дадим какую-то вводную информацию о вашем приходе Как вообще создавался приход? Какие были мотивы? Какие у вас стоят цели и задачи? Изначально строительство храма нашей родственницы мы решили 10 лет назад То есть вековечная память ее То есть 10 лет назад вы вынашивали идею? Да, строительство храма Но вот как-то с волей Божией оказались в Волжске То есть переехали обратно в Волжск И решили там строительство храма организовать Где он будет строиться? В каком его части города? Это город Волжск По улице Мамасева Собственно, вот нашлись люди неравнодушные Эти жители гор Жители от именно улицы Мамасева Собрали подписи с этого района И так вот у нас образовалась община приходская Люди, которые неравнодушны к православию, возрождению Там был, кстати, храм Это вот в годы войны Там мой прадед У него была контора На территории храма Вот по лесозаготовке Вот То есть вроде храм на том же месте? На месте старого храма? На другом месте Ну вот Именно вот На той улице А кто что? На той улице был храм? Да, на той улице, то есть был храм То есть сейчас люди в город просто едут А все равно же охота поблизости, чтобы они ходили Вот Дальше Мы создали религиозную организацию Ну то есть То есть все неравнодушные, которые заняты были строительством храма Вошли в эту организацию? Да А на какой стадии строительство сейчас находится? Сейчас вот Нам сделали, опять же Очень благодарен людям из малых парад Это вот Леониду Васильевичу, Валерию Гуревичу Они нам сделали крест И сейчас хотим мы вот Будет публичным слушанием Хотим сделать освящение земли Прилосить владыку Феофана Установить крест Я знаю, что Макет храма Да Делал очень известный человек Давайте вот об этом расскажем Да Эскиз храма сделал Николай Васнецов Это потомок древнего рода Вятки Вот Потомок того самого известного Васнецова Да Который был художником Да Репродукции которого были в каждом учебнике Раньше Советского школьника Давайте я покажу На камеру Эскиз будущего храма Вот такой вот Красивый эскиз Как вы вообще вышли на Васнецова Я занимаюсь самбо Опять же расскажу Вот И мы получается Тренируемся с сыном его С Дмитрием Васнецовым Вот как-то познакомились Вместе ездили на соревнования Вы знали, что это Потомок великого художника? Нет, не знал на тот момент Потом уже, когда в ходе знакомства Это выяснилось Ну мы Всегда ощущаем с мамой Присутствие нашей родственницы Игумнии Тамары Вот преподобный мучениц Который причислил к леку святых В 2007 году Она вот нам помогает Как-то вот ведет все Это вот мы ощущаем То есть самой бывшей монахиней Да Космодеменского монастыря Да Она приняла мученицкую кончину В 42 году То есть Как это все было? Она Изначально Она вот рано осиротела В 7 лет осталась Сиротой В приюте была В лютеранском приюте В Эстонии И вот она С 7 лет получается была Потом служила В Пюхсинском монастыре В Эстонии Дальше они переехали В сложившейся ситуации В Казань В Казанском монастыре В Зелантовом монастыре Она вот была Письмоводительницей У нее голос хороший был Пел на клирисе После Казани Они В Казмодемьянском монастыре Оказались Там приняла постриг В 1917 году 19 июля Пострик принимала Новомученик Сергей Зайцев Сергей Зайцев Новомученик Позже его расстреляли Она вот Тоже была там Послушница После этого Она стала В Чебоксарах Казначей И Уже Игумене Из Казмодемьянска В Чебоксарах Да То есть Ну это Да Так вот Свой жизненный путь Она где закончила? Она закончила Вот она была Игуменей Чебоксарской Владимирской общины То есть Спасо-Преображенском монастыре В годы гонения Как раз таки В 1930 году У них монастырь Начал закрываться Обезглавили монастырь И вот как раз таки То есть Она вот Что вот Оставила Сказать От Монастыря У нее была икона Серафима Дивейского Умиления Она вот Закопала На родине предков Где вот Родился мой дед Там воспитывалась моя мама Моя прабабушка Прадедушка Жили там Вот она Передала Эту Получается Святыню Чудотворную икону Моей маме То есть Явила Во сне Это образ Что он там закопан Вот Мы поехали Первого мая Того года Год назад получается Опять же Какие-то На такое знаменательное событие Первого мая Приняла мученицу кончину На территории Тюрьмы АллатРа То есть там Три могилки было у них И вот Первого мая поехали В тот же день В тот же день Да Только вот В 19-м году Спустя много лет Спустя много лет Да Потому что Как-то маме все снилось Во сне Все звала ее Объяснились Иконы Что там закопаны Ну и нам Женщина Как-то зашла К нам в дом Сказала Вот Земля говорит Обвалилась Ну то есть Ты найдешь икону Ну вот В подполье был То есть То есть вы нашли То есть вы нашли эту икону Да Мы нашли эту икону И она сейчас с вами Та самая икона Я покажу фрагмент Фрагмент на камеру тоже То есть эта икона Она из меди Ее нужно тоже восстанавливать Но тем не менее Сказали это Покрытие Покрытие Сусальное золото И там вот латунь Медь Вот такой Да Это старинный оклад С 1800 С 1800 года С грифом Зеленых гор То есть это Такое было Село Зеленые горы А его основал Серафим Саровский Он основал Зеленогорский монастырь Дивеевский Ордатовский Вот возможно Вот перед этой иконой Он сам молился Вот и Эта святыня По молитвам Вот к Тамаре Кто обращается К Акладу У нас вот Родилось восемь детишек То есть Кто вот Не мог Детей Все такие чудотворные Чудотворные Да Кто-то поправил Здоровье У вас есть в планах Ее восстановить? Да конечно Мы с удовольствием С Божьей помощью Найдется человек Мастер Хотим восстановить Этот оклад Написать образ Богородицы И конечно В будущем храме С Божьей помощью Дай Бог Вот будут люди Прикладываться Приезжать В 42-й год Да? Да Ваша родственница Принимает мученическую Кончину за веру Казалось бы Гонения уже на церковь Закончились Шла война И как раз Сталин Как-то повернулся Лицом к церкви И в общем-то Были такие Введены послабления Начали работать Храмы, монастыри Почему именно в 42-м году Были такие гонения Почему была арестована Ваша прапрабабушка Ну вот как написано Нам пришло дело Из архива Из Чуваши Как вот написано Там, что она якобы Осуждает в антисоветской пропаганде Сказала Да, в чем было обвинение Вот самое Что вот написано Своими словами Что она сказала При царской власти Лучшая жизнь была То есть за эти фразы За эти слова Ее арестовали То, что даже На основании ложных свидетельств Если вот посмотреть У нас дело Если нам написано В заключении Просто сказать То есть она была оклеветана А кто был лжесвидетель А вот По чему-то доносу Да Эта история По доносу В общем Такой был священник Худов Он Она с ним познакомилась Получается Это был бывший священник Или действующий По-моему бывший священник Худов Да В общем Они пасли коров В саду познакомились И вот Они разговаривали О книге Добротолюбие Эту историю Рассказывал Мой прадед Дмитрий Петрович Потому что Он это все знал Он после войны Работал милиционером То есть вот И он все знал Он дела И следственное дело Вот эти вот Все Что написано Документы Он рассказывал Маме Моей маленькой девочкой Почему она И запомнил Все эти истории И вот они Рассказывали Общались по книге А он якобы сказал Вот другие Ну то есть Дал проверку Вот эти обвинения То есть просто Оклеветал ее И вы кандидат В мастера спорта По боевому самбо Как сочетается Вот ваша жизнь В приходе И Ваше увлечение Самбо Самбо я начал заниматься То есть после армии Пришел к Валерию Валентиновичу Властных Ему большой привет Это ученик Анатолий Харлампева Основатель Боевого самбо Вот у него Он был Я знаю что Самбо это аббревиатура Да То есть как это переводится Самбо это Самозащита без оружия То есть оно Самозащита без оружия Оно объединило Все мировые Боевые искусства Вот именно в самбо То есть это То есть человек взял И просто создал Уникальный Уникальный Виз борьбы Соединив Все системы То есть он Слушайте Это же была Абсолютно Такая скажем так Прерогатива людей Которые работали в органах Да То есть гражданские Не занимались Самбо Не умели С каких пор Самбо вошло В гражданскую жизнь Это да Вот я насколько знаю Это вот Занимались Именно как раз КГБ Обучали ФСБ То есть ну Таких вот структур Чтобы они владели Этими приемами Ну Это Началось после Того Как бы Когда Собрались вот Неравнодушные опять же Ученики Анатолия Харлампиева И решили создать Систему Федерации Боу-самбо И они Начали обучать Людей Всех То есть Уже как бы Организовалась Федерация Боу-самбо На основе Вот Написанных книг Анатолия Харлампиева И вот по этой системе Уже начали Обучать То есть в принципе Тренировать У вас в приходе Есть еще самбисты Кроме вас Я могу сам Обучать То есть Навыкам самбо Ну конечно Возможно И кто-то будет Неравнодушен к этому Какие-то помощники Там из моего клуба Или Лиза Как православие Сочетается вот С борьбой Все-таки борьба Это же ну как бы Агрессия Да Ты бьешь человека Что как бы Не по-христиански Вот Как сочетается Да Самбо и приход Ну опять же Повторюсь Это Как сказать Это вот Это спорт В первую очередь Всего И он учит Такими Обладательными Качествами Это вот Чтобы защитить Своих семей Свою семью Близких То есть Именно защите Не нападению То есть Возможно Где-то защититься То есть На улице Как раз таки Прикладное Прикладное Искусство Вот Валерий Васильевич Тоже отчасти Преподает Это вот Самозащита И Ну как это говорится Русский православный воин То есть Чтобы умел За себя постоять Не обязательно Нападать А Там Знаете Как вот Самбисты Боевого самбо Все вот Соперники С друг другом Они после схваток Обнимаются Потом То есть Как сказать Это все Нет Нет Злобы Я вам скажу То есть Агрессия Изначально Исключена Конечно Конечно И даже Когда самбо Преподавалось КГБ Тоже исключалась Агрессия Ну там Наверное Больше как Наверное Чтобы тоже Защита Овладеть Приемами То есть Вот Чтобы обучить Именно прием И опять же Наверное Защиту Ну Ну Цель Это конечно Защита От нападения Цель благая В общем Да Ну что ж Денис Я желаю вам Удачи В том числе В ваших Начинаниях В том числе В секции Самбо Где будут Скоро заниматься Дети Я думаю Что Средиство Храма Тоже Завершится Быстро И удачно И напоминаю Всем Что у микрофона Был Илья Канов А напротив меня Сидел Денис Габдулин Председатель Приходского Совета Православного Приходах Храма Владимирской Иконы Божьей Матери Города Волжска Спасибо Что были с нами Всего доброго До свидания Спасибо До свидания